Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 465. События дня. Еремея 32.35. Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех. За 21 марта 2017 года. Ну, кому видно, то смотрите, какие тут объявления о скайпе, чтобы не было нарушений. Сегодня все выключается. Нет связи такое. Вчера интересный разговор был. Так, заметный. Поставил ролик и назвал его Австралия изнеженная. Так легко стать еретиком отщепенцем от церкви Христовой. Почему изнеженная? Потому что никогда там войны не было. Ни одна бомба не упала на нее. Ни один самолет не летал, там и аростаты не запускали. Затемнения не было. То есть они далеко там и не было. Ни первая мировая, ни вторая мировая. Ну, нет такой войны-то, какая есть везде. Дальше считай. Юрий Соборев. Мир вам, Игнать Тихонович. Номер 2. Как беседовать с сектантами, чтобы поняли, что они еретики от Дофана. 14.03.2017 года. Я преклоняюсь в молитве, в благовении перед Христом. За его незреченную милость в том, что я имею возможность слышать слышимое в этом ролике. Это истинное учение Церкви, в силе Духа, кратко изложенное, от первой до последней минуты. Скачивай непременно, и сейчас же, как редкое сокровище... Благодарю и молитвенно крепко обнимаю вас, Игнать Тихонович. Храни вас Бог. По скриптам. Сегодня собираемся в изучение слова на дому. Покоремендую всем этот ролик. Так. Вспомнил, что еще пришло на ум при просмотре ролика. И это вы, Игнать Тихонович, говорите нынче на собрании. Что вас память подводит? Это ни о чем он говорит. Не знаю. А? То, что на собрании вы говорили. Ну, я говорю, а он-то зачем-то это подставил. Не знаю. Не знаешь. Какое отношение к тому, что он сказал, добавку вторую сделал, к тому, к вышестоящему-то, как? Все, связать их же никак нельзя. То есть на память я привожу много мест в этом месте, беседу с Иритиками, а потом говорите это, и вы говорите, что вас память подводит. Неправильная интонация тебе не дает правильного понимания. И поэтому дальше ответа нет. Он же не случайно-то сказал. Это вы, Игнать Тихонович, говорите нынче на собрании, что вас память подводит. А дай Бог памяти любому такой, что... Вот смысл-то какой заложен. Ну, я чувствую, что раз ошибка была, увидел, я не скрываю этого. Вот. Дальше у нас свои ресурсы показать. Скайп не работает, поэтому связи нет в интернете. Самое у нас тут сильное раньше было, это мой мир. Вот оно как выглядит. Заходят интересные люди, какие-то не согласны, допустим. Сильно бунтует сейчас против десятины. Услышали. А вот в церкви никогда не было. А говорит еретик, да ты какое отношение к церкви-то имеешь? Ты не в церкви. Тебе разницы нету. Обокрал себя и надмивается, как будто сегодня церковь начал. В церкви не было никогда, действительно, не было. Он знает, а вообще у него опыта-то никакого нету. У секты есть начало. В шестнадцатом веке, в семнадцатом, в двадцать первом. Они как грибы, говорится, плесень в сыром подвале. Ну, как не было, когда первая церковь, которую князь Владимир строил, называлась Десятинная. Десятина наложена была на все княжество. А ее не было никогда. То есть у него никакого опыта нету. Это они не церковные люди-то. А церковные должны знать, что Десятина – это то, что Бог приложил тому, что Бог дал заработать. И она нам не принадлежала. И когда не отдают, не написано, что вы не отдаёте. За столько ли продали. А она нет, сапиры, они утаили из цены проданного. Она им принадлежала. И то мёртвые упали в Новом Завете. А это Божью Десятину ворует, и ему ничего не будет. Да прям такое бешенство приходит, всячески поносит. Вот это вы берёте, да земля под вами не провалится. А он не платит никак. Он вор. Ворюга. Не просто вор, а у Бога ворует. А у Бога ворует – это уже святотатис. Десятина человеку не принадлежит. И она на то, он говорит, возьмите Бога, в соучастники. Но если мы двое работаем, то делиться надо, наверное, с кем работали-то. Носилки несем двое. А так что? Да я сам свободный. Зачем меня свободный? Тогда создай отдельно земной шар. Отдельно воду, отдельно небо, отдельно воздух. А отдельно сам себя создай. Воссоздай. То есть понятно, что ничего ты не сделаешь. Нос, рот, руки – всё сделай сам. Это Бог сделал? Бог. Ну возьми его в соучастники-то. Да я сам заработал. Ну ты-то откуда взялся? То есть помутнение. Всё, что есть у нас, до дыхания, до молекулы, до зачатия, до жизни, всё от Бога. Ну возьми его в соучастники, златоус, говорит. Раз он тебе всё это дал, ну поделись с ним. И требуй-то немного, одну десятую часть. Ладно. Тебе надо много ребятишек. Как у тебя десять, я тебе отдаю, это моя десятина, моя. Ты меня обкрадываешь. Вообще доказывать не надо. А это в Ветхом Завете было. Ну и что? В Новом Завете ты сам себя сотворил. Отношения Бога и человека не изменились. Человек остался грешным и зависимым. Это о десятине, я говорю. Что-то надо доказывать. А тут не надо доказывать. 28-24 притча Соломона, считаем, прямо показывает. Ты родителей обкрадываешь. Соучастник с грабителями. Грабитель. Грабители. Они никогда не платили. Всё время пропивали. Божье. Проедали куда-то. Прокуривали, пропивали. А теперь бунтует. И земля под ними, говорит, не расседается. Веру-то потеряли. Как можно воровать и не чувствовать? То есть совесть у этих людей сожжённая полностью. Там ничего нету. А сектанты, я не говорю. Они не церковь. Им что угодно можно делать. Всё равно они погибшие. Прописанные в аду. Но ты православный. И городишь такое. Десятина Богу принадлежит. А десятина уничтожает всё. Никогда торговли не будет. С тарелкой ходить не надо. За требования, за всё остальное брать не надо. Везде всё будет бесплатно. Десятина обеспечит. Если по бедности жить-то будешь-то. Десятую часть. Я толку одно и то же ничего не могу сделать. Это в Ветхом Завете. А в новом? А в новом не было? Не было. А кто продавал имение, к ногам ложили? Они десятина отдавали. Не одну. А Тавит? Книга Тавит. Первая глава. Шестой. Восьмые стихи. Три десятины платил всегда. Ну а если... Это в Ветхом Завете? Да. Но это фарисейство. Да. Но если ваша праведность не превысит праведности книжников-фарисеев, то не войдёте в Царствие Божие. Дальше-то считайте. И когда они, говорят, платят там сани, сатмина, то есть мелочи, с укропа, там с такой мел... Господь не сказал, не надо, но мил милости суд не забудьте. И того не оставляйте. И того не оставляйте. Они не знают Писание. То есть сатана полностью затемнил, затёр чёрной грязью мозги. И чёрную занозу в мозги в совесть всадил. Раз нет десятины, есть торговля. А торговля, Господь говорит, что она такое? Она превращает дом молитв в дом торговли, в вертеп разбойников. За это уцепились. Почему? А им, разбойникам, как раз это и надо. Они Бога грабят. Им нужен вертеп разбойников. И поэтому они так бунтуют, ясно делаю, что одержимые демонами. Это благословение. Господь говорит, проверь меня. А что я проверять буду? Ну, Бог говорит, проверь меня. Плати десятину, Малахия. 3, 6, 8. Открой я тебе небо. А дождю на тебя, как из рога изобилия. И дальше у нас что есть? Большой очень ресурс. Вот у нас здесь только видео, 5485. Ну, все это с Ютуба взято. И наш форум большой, православный форум. И что интересно, говорят, форум, это площадка, где можно поспорить. У меня не спорят. Два месяца. Ну, в среднем 350, даже 600, 700 человек заходит. Ну, это же уже что-то. 700-то человек-то. И ни одного отзыва нету, никакого. Но каждый день приходят, меньше 300 нету. Это, а почему они не спорят? Да потому что здесь все сказано. Люди понимают, больше ничего нельзя сказать. Настолько полные ответы. Ответы даются всегда на основании Святой Библии с неканоническими книгами. На основании толкования Святых Отцов, Жития Святых и Книги Правил Святых Соборов. И далее, вот у нас православный видеоканал, открытым оком, во свете Библии. Вот он. Здесь вот замки мне надо снимать, уже в другом месте закачивать. Сам закачал вчера. Интересно, столько у нас материала, много. Вот сегодня с утра я сразу 8 роликов поставил. Вчера 7 было. И во свете Библии. Православный библейский сайт. И самое ценное, 4124 ответа по темам. Ну а темы разные. Сейчас вот у нас тема идет смерть, 48-я. Вот я закрываю это дело. Ну захожу. Это у нас такое здесь, можно закрыть. И вот. Теперь берем отсюда. Попрошу рядом быть, Володя, считать будешь. Эти вопросы. Вот осталось сколько. И они сюда зайдут. Вопрос. 194-й, открытым оком, том 1-й. Там вопросы мне задавали в университетах, в школах, по радио. Почему так Бог устроил, что когда человек умирает, и ему его таланты уже не нужны, нельзя их просто передать другому в готовом виде? Только что умер Бродский Иосиф, большой талант. Взять, помолиться, и он как бы переселится в другого. Ну допустим, человек умирает, англичанин сейчас где-то умирает, да. Он хорошо знал английский язык, а мне надо учить. Ну нельзя, ему знания там не надо перед Богом. Ну мне только перекинул бы там, как-то. Но вопросы-то хорошие, очень интересные. Ответ. Ничего несбыточного в этом нет. Только нужна молитва и труд, труд и молитва. Пророк Илья практически стоит уже на перроне. Сейчас будет подана колесница. И вдруг его спутника необычайная просьба. Его взяла колесница, а я перевожу на сегодня, на перроне стоит. Сейчас колесница, машина подъедет и просьба к нему. Четвертый царств 2.9. Когда они перешли, Илья сказал Элисею, Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взять от тебя. И сказал Элисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Вопросы мне задали, и ответ только один в Библии. Четвертый царств 2.9. Именно об этом речь идет. Вот в чем смысл этот ответ заключается. Сразу его раз, это перед людьми, и люди понимают, что это ответ Божий. Не ко мне пришли люди-то, а к Богу, и поэтому они должны получить Божий ответ. И далее. И это свершилось, хотя казалось, что даже в подобии невозможно отразиться такому таланту. Злобствующие иудеи убивают лидера первоапостольской церкви, грозу всех еретиков, Стефана. Плащ был о нем, и Бог на его мощах, на семьях крови его, взрастил не меньше его по духу. Гигантом мысли и духа, корифея тысячелетий, бывшего его убийцей. Как это может быть? Молитва. Даже Ян Креститель оказывается. Луки 1 глава 17 стих. Предвидет перед ним в духе Ильи, чтобы возвратить сердце отцов детям и непокоримым образом мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Видишь как, то есть то, что было у Ильи, переходит на Иоанна. Только бы мы не болели российской коростой, поразившей все, пронизавшей жилы и нервы. Трусость и корысть, корысть и трусость. Иначе никакие слезы не помогут, если мы отречемся от первородства, проповеди, благовестия и заменим ее на уставное богослужение. Евреям 12.17. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Однажды я присутствовал в Новосибирской общине баптистов. У них есть обычай через записку заказывать любимую или понравившую духовную песню. Я сам пользовался их услугами и заказывал мои любимые песнопения. Не ради почести и славы стремлюсь я, Боже, к небесам. Есть место, есть. Поступил заказ от отца недавно умершей и их молодой корейски. Вышли две сестры и без музыкального сопровождения запели. Но уже, кажется, на втором куплете они умолкли. У каждого был ком в горе. Повисла напряженная тишина. Все опустили головы. Прошло несколько минут, а они молчали. Тогда встал пресс-фитер и сказал, «Простите, это была их подруга». Они споют немного попозже. У всех слезы появились. О чем? По памяти попытаются восстановить слова этой трогательной песни. Умолкли аккорды, порвались о струны. И звук уже не слыхает. И голос прелестный, и голос чудесный. Не будет уже больше звучать. Умолкли навеки те чудные речи. Погасла навеки свеча. Как жаль, что все гасну в прекрасной свечи. Талант за собой унося. Горела та свечка, и людям светила. Средь холода, мрака и зла. Одним было чуждо, другим было мило. Горела любовью она. Горела, но ветер падул так внезапно. И начала таять свеча. Светильник прекрасный ушел безвозвратно. Талант за собой унося. А там, в небесах, над землей убогой, Свеча вдруг опять заблестит. Разбитая арфа в деснице убога. На небе в любви зазвучит. Понятно, а таланте спросили, какой ответ? Почему тебе нравилась Библия, примеры? Какой из меня певец? Какой из меня певец, я говорю. Медведь на ушах спал. Но находясь в тюрьме, я пел это стихотворение и мысленно подставлял вместо свечи моего отца, дядю Степана, брата отцового, который дал мне сильный толчок к богоискательству. И каждый раз думал о ком-то из близких, напевая эту песню. То есть таланты ушли, какие я вспоминал, все. Сколько сейчас умирает немцев, англичан, китайцев? Знания ими, языка теперь не нужно. За определенную плату они согласились бы отдать, продать свои знания мне. Но как совершить эту куплю-продажу? Вот видишь, какой ответ. Как совершить? То есть я согласен, вопрос хороший очень. Но вот я не знаю, каким образом это можно сделать. Ну дальше. Это один вопрос только о смерти. Вопрос 698. Второй том, открытым окном. После смерти на душе человека отражается пол его. Или это остается... Отражается пол его. Вперед, ты глянь, и вопрос стоит. Или это остается только в его самосознании? Как, например, делала, делал и так далее. Можно ли определить пол человека по смерти с виду? Вопрос какой интересный. Там будем говорить, я делала или делал по-мужски. Как там будет-то? Ответ. Да. 1 Коринфянам 2.9. Но как написано. Не видел твой глаз, не слышал уха, и не приходило твой на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Откровение 14 глава 4 стих. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они детственники. Это те, которые следуют за ангцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и ангцем. Откровение 7.9. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояла перед престолом и перед ангцем в белых одеждах и спаймывая ветвями в руках своих. Откровение 12.1. И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Тайнозритель Иоанн, описывая спасенных на небе, говорит только о мужеском поле. А слово «жена» касается только церкви, более ничего неизвестно. Феминистки с этим не согласны, и они наделяют женский родом самого Бога. Мы на это пойти не можем, только написано. Матфея 22.30. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы на небесах. Боже на небесах. Слово «как ангелы» дает возможность задуматься. А какого пола ангелы? Пол относится к телу и вопросах спасения, касающихся души, мы как бы обходим его. Это же самое наблюдается во всех таинствах, кроме таинства священства, которое рукоположенных уподобляет Богу, прощающему грехи. И при бракосочетании, но об этом уже сказано, так как это неравенство мужа и жены будет устранено в вечности. Страдания наши, наша мука, когда их сносим мы с мольбой. За счастье прочная порука. В дому другом в стране святой. В дому другом. Ну, может быть, ударение перемеришь все-таки, но рифмы-то никакой нет. В дому другом в стране святой. Считай заново. Страдания наши, наша мука, когда их сносим мы с мольбой. За счастье прочная порука. В дому другом в стране святой. Не вечен мир, не вечны люди. Покинем мы минутный дом. Подожди, вот покинем, мыкло, потом опять назад. Зачем вернулся, когда буквам мы, две буквы-то? Из-за чего ты тут спотнулся, все прочитал правильно, и вернулся, опять назад считаешь. Слушай, кого ты боишься, не пойму. Покинем, для бога, и все. Вернулся от них, опять назад прочитал. Что с тобой? Давай, читай заново. Не вечен мир, не вечны люди. Покинем мы минутный дом. На волю вылетит из груди. Душа эфирным мотыльком. И станут перлами все слезы. Сиять в лучах его венца. Ей путь страдания мягче розы. Ей путь устелют в дом отца. Ну, а устелют, такого слова даже нет. С чего задуматься, когда тут стилать, ты знаешь, постель застилаем, устилаем. Вот какой-то огрех, считай заново. И станут перлами все слезы. Перлами, перлами. Еще тут не хватало. Что-то натворишь. Ну, ее поставьте тогда, что. И станут перлами все слезы. Ну, а куда перлами? Это перлами, перлами. А, перлами. И станут перлами все слезы. Сиять в лучах его венца. Ей путь страдания мягче розы. Ей путь устелют в дом отца. Не часто ли ходим мы с отвагой По топким тундрам и горам. Когда хоть миг едины благо Найти за ними, мнится нам. Зачем же ропот на страдания? Зачем по мрачному пути? Мятежной жизни без роптания С хвалой той же не идти. Не идти? Да не сюда, наверное. Это вопрос, зачем, вопросительный звук. Зачем? То есть почему? Зачем? И дальше. Когда порою так же трудный От бед житейских и забот Тот путь не к радости минутной Блаженцу вечному ведет. Хороший поэт, хорошие слова. Кто написал? 1839 год. Некрасов. Ровно... Николай Алексеевич. Николай Алексеевич. Ровно за 100 лет до моего рождения Всехотворение было написано. Видишь как? Не бодрствуешь. Другого ответа нет. Простые слова. Две буквы, мы, уже назад пятишься. Еще ты такой трусливый какой-то. Давай. Такое есть. Вопрос 190. Первый том открытым оком. Можно ли топить только что родившихся котят, Если нет возможности их содержать? Ответ. Сотворить человека свободным по образу и подобию своему, Бог дал ему власть над всякой плотью. Бытие 1.28. И благосил их Бог, и сказал им Бог, Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, И владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, И над всяким скотом, и над всей землей, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Когда человек согрешил и сделался смертным, То сделала смертную и вся тварь вместе с хозяином дома. Рабы, пленники, тления, ныне все. Притом, если человек пошел на это добровольно, то тварь недобровольна. Римлянам 8 глава с 19 по 23 стих. Ибо тварь с надеждой ожидает откровение сынов Божьих, Потому что тварь покорилась в суете недобровольно, Но по воле покорившей ее, В надежде, что и сама тварь освобеждана будет от рабства, От лению, свободу, славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела своего. Человек, как владыка над всей тварью, Имеет власть карать и милоть подчиненных, Улучшать породу, размножать и сокращать, Смотря только на свою выгоду. Только бы не мучительствовать и не причинять вреда, Ибо вся тварь тоже славит Бога. Псалом 150, 6 стих. Все дыщище дохвалит Господа. Аллилуйя. Псалом 148, 1, 10 стих. Хвалите Господа с небес, Хвалите Его вышних. Звери всякий скот, Присмыкающиеся и птицы крылатые. Кому он обращался? Хвалите, они его слышали, что ли? Он говорит, а вы хвалите. Мышка прибежала, мышка, хвали Бога. Она у него в это время грызет сухари там. Сираха 7, 7, 24. Есть у тебя скот, наблюдая за ним. Если он полезен тебе, пусть остается у тебя. А если не полезен, не нужно, Чтобы было 500 кошек. А если не полезен, то что? Нужно, чтобы 500 кошек было. Ясно, что сокращай. У тебя есть разные способы. Какая разница? В ведре-то утопило. Как одна говорит, Ой, убиваете хотят можно, А я, говорит, теплая водичка их, монашка одна. Ну, а котенку-то какая разница, Если ты в теплой водичке? Да он не понимает еще. Вопрос 1470. Пятый том, открытым оком. В вашей книге для слова Божия нет уз Говорится о Геннадии Яковлеве. В дальнейшем иеремонахе Григории. И что он был убит кришнаитом. Что было дальше с убийцей? Вам известно? Ответ. В газетках была заметка о том, Что его признали невменяемым. И значит, он будет на свободе искать Следующего батюшку. Дело еще вот в чем. В православии сейчас идет соревнование За канонизацию вместо чтимых святых. Так в советские времена Каждый район бился за то, Чтобы у него был хотя бы один герой Социалистического труда. Избранной жертве Приписывалось несуществующее. Писались героические биографии, И всем было хорошо. Мне приходилось читать Про один большой колхоз имени Берии, Когда Лаврентий Павлович был еще жив. В этом селе было 147 героев Социалистического труда. Я там не был. Сам героев не считал, Но допускаю такую возможность. Так и с отцом Григорием Яковлевым. Благочины Енисейского округа Весьма уважаемый мной Отец Геннадий Фаст Прислал мне письмо по поводу убиенного. Вот ответы брата моего и мой. Мир тебе, отче Геннадий! Христос воскрес! Узнал через письмо от вас Кеннадий Тихоновичу, Что вы там выпустили книгу Воспоминания о Григории Яковлеве. Вы, наверное, включили В свою книгу Воспоминания о Енисейских? Я считаю, что это Совсем не полные воспоминания По ранее намеченному направлению. Я знал отца Григория Немалое время. Церковную жизнь он начинал Со мной в Тобольске, Где я в это время был Настоятелем Покровского собора, А Гена-алтарником. Долгое время мы жили И трудились вместе. И неужели вы не знали об этом? Или вам не нужно было это знать? Мой брат Павел Является крестным отцом Отца Григория. Я с Гена, как говорится, Ни один пуд соли съел И мог бы вспомнить Много интересного и полезного. Храни вас Бог С любовью, отец Иоаким. 11.05.02. Поселок Потеряевка. Фасту, отцу Геннадию Христос воскрес! Мир вам, отец Геннадий! Приехал отец Иоаким И я дал ему прочитать Ваше письмо От 22.04.02. Он остановился на фразе Из вашего письма. Сейчас готовим к изданию Книгу об отце Григории Яковлеве, В котором собраны воспоминания О нем различных знавших его людей. Книга об отце Григории Яковлеве Уже вышла из печати. Заказать можно у Игоря Миндалева В Красноярске. Я это прочитал И хотя мне не совсем приятно было Все в этих словах, Но я промолчал. Промолчал и тогда, Когда ваши первые впечатления читал После смерти Гены Яковлева. Хотя тоже там было и немало С чем был не согласен. Промолчал, уважаю вас. Но вот отец Яким Заговорил о Гене, Когда он был там в Тобольске, Начинав вхождение Прислуживание в алтаре. Все же там, при отце Якиме, Он был ни день и ни два. Разве во вспоминания О отце Якима Так лишние были бы в книге этой? Я свое вспомню, Как Генов появился впервые В моем доме, Как начитывали архипелаг ГУЛАГ. 20 век христианства, Трагедия русской церкви, Масонство, Тайна беззакония в действии, М1, М5. Он со мной ел и пил Ни день и ни два. Я его ввел В круг друзей, Привел их к купели. И Павел, брат мой, Его восприемник. Но вы даже не спросили ни разу Ни отца Якима, Ни меня, Ни Павла, Не поинтересовались В нашем мнении. Понятно, что о нем Книга пишется, И пишет, Где-то он там служил, Когда он впервые Здесь появился, В моем доме, Впервые, В Алтайский край, Когда вступил. Я столько с ним был, Начитывали, Спал, Ел, Пил, Ездили, Тогда в лагерь был, И никто не спрашивает. И отец Яким, С ним служил, Он сколько там, Это важно, Важно, Павел его принимал, И никого не спрашивает. Значит, что? Какой бы это? А наше мнение Дало бы основной вкус, Запах, Свет и цвет, Житью. У меня в книге проповеди В стихах Церковь, Свобода, Тюрьма, Гене Яковлеву Посвящено стихотворение Обида. Почему вам, Почему вы нам Не написали, Не спросили? Почему не пренебрегли? Или в общий хор Орелуйщиков И типиконщиков Наши воспринания Не вписывались? Не вписывались? Не вписывались. Дисанонс Не на той ноте Приезжал сюда Член Союза писателей СССР Александр Нежный Писатель Он прочитал Ваши воспоминания Храм на крови Хотя нужно было Написать Храм в крови А это Огромная разница И Нежный Читавший Ваши воспоминания Привез их Из гостиницы Утром и сказал Сколько тут Нехороших подозрений В недомолков Фастов Эти мальчики Вздорность характера Все Это мальчики Мальчики А ты считаешь Как будто Тире стоит здесь Вздорность характера Эти мальчики Вздорность характера Перечисление идет Все дает пищу Уму Нет Тут темная лошадка Так похоже Что вы склонны Страшному безумному Лже православия К канонизации То есть Предвозвещение Суда Божия Это и есть Правая сторона Суда Кто же дал право Прежде страшного Суда Толковать людей Только на правую сторону Что делать Толковать Толкать людей Толкать Это разница Толковать Дальше Страха Божия Вас вовсе нет Это я отцу Геннадию пишу Мудрость твоя И знание твое Они сбили тебя с пути Исайя 47.10 Вам для размышления Первое В последнюю нашу встречу Гена Яковлев Был и остался страшным В самодурстве В непокорстве И лжи Наш разговор шел Под запись Но он вынудил Меня все стереть То есть Его вскрики Бешенство Я так и не видел Его ни разу В роли священника Он ни разу Не приехал Не писал Мало того Он Сверхнеблагодарный Меня еще и поносил Заочно За что Обищивости Его не было предела Если бы он Меня и старших Опытных Слушался Может быть Жив был бы Смерть его Естественно ему Ему Вот ты вот местонемение Даже в молитве Не проговариваешь Так как будто Мимо Ему Научись бы говорить Местонемение Четко Меня Помилуй меня Помилуй меня Что-то мягнешь И непонятно Дальше Слыша угрозы Не внял Будучи один Открыл ночью Дверь смерти Зачем открыл Чтобы потом Хвастануть Перед всеми Что вот Игнатий Или кто другой Боялся А он Он не боится И получил Своё бездачи То есть Он сразу Зашёл Этим Заточенным Электродом Прямо в горло И сразу Отрезал голову Затащил И бросил На престол Второе За что Гена Яковлев Трогал Жаловался На баптистов К властям ходил Он всегда такой был В прошлые времена Это имело бы Какие последствия Какие имело бы Последствия Вопрос Пересажали бы их Наполовину Он делал на баптистов Самый настоящий донос И в этих грехах Он отошёл Нераскаянно На суд Божий И не за веру Пострадал А за дерзость И самость Самость Самость, да Гена был мстителем Злопомнящ И хулитель О нём Вам надо Крепко молиться А не гнать Канонизации Вы берёте на себя Страшный грех Лжесвидетельства Первое Что нужно вам сделать Это изъять все книги Об отце Григории Яковлеве Найти проданные И задержать их Думаю Что ваша эйфория Алтарный кайф Скоро пройдут И без моего вмешательства Считаю Что сделать то Что я говорил Может человек Не искорёженный совестью Гена не ожидал Развязки такой И уходить из жизни Не хотел Плакал Тут не о колонизации Безумной Думать надо А за одну Эту попытку Получить строгое Наказание Эпитимил Не думаю Не думаю что вы Воспользовались Воспоминаниями Какими воспоминаниями Первое Трёх нас Пренебрёг дальше Надежда Васильевна А она его Долго терпела Поила Кормила Обстировала Тоже не спросили Второе Шитиковой Вали Он у неё жил И она любила его Третье Барновынский Валя Коневой Алла Петеримовой Её сын Вовка Крестник Гены Николая Олеговича Шевченко Сколько они были Жили вместе Прочитаем дальше Валя Конева Алла Петеримова Так Ну Вовка не знает Крестник Гены Это Ёва Так Николая Олеговича Шевченко Дальше Гладких Тони Гладких Долговых Саша и Нина Уже шесть И вы пренебреги всеми Католики так не делают При подготовке к организации Четвёртое Делали запрос Тамаре И отцу Александру Пиловарову А Тамара его Как Ну такая Гражданская Как говорится Жена была Расписывались Пятое Новосибирские Старообрядцы Тоже он у них был Сколько Никого не расспросили Шестое Дуся Сестра моя Много С Геной Нянчилась Скоро вызывала ему А он у неё жил Вопрошали ли Хризестома Который рукополагал его Восьмое Ани Вознюк Гениных близких На Украине и другое Всегда нужно Представлять Что вот этот Умерший Вдруг оживётся Всеми своими Привычками Кабы Кабы Ты Иконизатор Ужился бы С ним Или как У Марка Приключения Гельхебери Фина Воспоминания Патетиков А он жив Тебя такой провокацией Вы ни слова живого Больной Больной бред Еродивых Где же живое слово Евангелия Живая Вдохновенная проповедь О воскресшем Не стилизируйте Жизнь Гречника Это позорно И гнусно Тебе Тебе отец На переплавку Надо Ты закис И уже Воняешь Опомнись И ремея 626 Дочь народа Моего Опаяешь Себя Вретищем И посы Ну возьми Вот так вот Посыпь Себя Посыпь Все непонятно Земля Сыпать Сыпать Курицем Сыпать Да я понял Это Дочь народа Моего Опаяшь Себя Вретищем И посыпь Себя Пеплом Сокрушайся Каба Смерти Единственного Сына Горько Плачь Ибо Внезапно Придет На нас Губитель Я люблю Тебя Очень От Надежды Васильевны Поклон Она Сейчас В Тольменку Поехала И там Есть Воспоминания То есть Тагина И там И там И там Людей Надо было Спросить 11.05.22 Года Игнатий Барнаул Не давайте Повода Врагам Похулить Святыню И левитов Из камней Язвительных Курган Сколько Там Хорошего Убита Ничего Не значит Что Из дома Не выходит Девица Сиротка Ни с одним От роду Незнакома Ну и Из вид Завистлива Кокотка То есть От которой Жеманная Девица Называется Что им До того Пускают Стрелы Черные Извительно Судачат Знают Перетерпим Скороспело Не получат По-чеченски Сдачи Осторожно Ровно По-соседски По-утрам Кивая Из окна В адрес Мой Клубятся Дымом Едким Получай За добро Сполна Ничего Ничего не сделать Не попишешь Вечка Века Вечна Ненависть В народе Перетерпим Нам не будет Лишним Наша жизнь Не по последней Моде Не даю Мне кажется Им повод Нехристи Печалили Кольцу Бешеная Прыгает Корова Микрофоном Щупом По лицу То есть Что-то узнать Чтобы Компромат Найти А про бабки Промахи Про деда На анализ Делают Мазки Где бы Не сидел И не обедал Лакомые Выхватят Куски Это на меня Состорожно Нападает И что бабка Моя Прабабка Что делала Промахи Все на меня Валят Им не нужно Повода Причины Ухватить Загачив Втихаря Не дождутся Памятной Кончины Есть враги Да значит Жил не зря Сколько На моем Крутом Точили Изломали Зубы И клыки На живом Примере Вас учили Батальоны Взводы И полки Не давал Им повода Для ссоры Целовал Иконы Руки Крест Но следят За мной Сексоты Воры Под котлом От пакы Слышен Треск Каждому Своё Предназначение Аспидная Змейка С языка Начинаем Здесь Своё Мучение Сам Левицкий Схватка Эг Зыка Им бы Это Попонятнее И попроще Плюнуть Растереть И посушить Судит Рядец Колокольник Кочки На экране Мелко Мельтешит 26.09.02. Игла Поезд В Барнаул Из Потеряевки То есть Это я в поезде Написал Такое редкое Даже с пояснением Вопрос 199 Первый том Открытым оком У знакомой Женщины 6 дней назад Пропал сын 20 лет Она в церкви Ставила свечку За упокой Как её научили Но свеча Всё время Гасла Что это Суеверие Или что-то В этом есть Какие молитвы Ей читать Она надеется Что он ещё жив Ответ Вот обычное Состояние Неподготовленной Души Ян Златус Говорит Что страдания От наступающего Увеличиваются От того Что человек Не подготавливал Себя К этому событию Несчастью Вот ещё один случай Когда видно Что намного Выгоднее Быть в жизни Пессимистом Когда ожидаемое Худшее Не сбудется Тогда у тебя Довольно лицо И на сердце И на сердце Приятно Случилось Неожиданно И душа Бросилась Во всё Тяжкое Священное Писание В чревом Матери Матери Отстранено В лжеправославие Радиостанции Домой Чистым свечам Если же он Он был верующий Добрый христианин То и тогда Не следует Терять голову Библия Об этом Повествует Так Примудрец Соломона 4 глава 7 по 11 стих А праведник Если Равновременно Умрёт Будет в покое Ибо Не в долговечности Честная старость Честная Честная старость И не числом Лет измеряется Мудрость Есть Седина Для людей И беспорочная жизнь Возраст старости Как благоугодивший Богу Он возлюблен И как живший Посреди гречников Представлен Восхищен Чтобы злоба Не изменила разума его Или коварство Не престило души его Вот такой ответ Ну ты Когда слышишь ответы Тебе нравятся они? Нравятся Ответы Согласно Слову Божию Дальше Вопрос 195 Первый том Открытым оком Да Почему у нас мертвецов Обмывают И нужно ли им это? Ага Ответ Матфея 26.12 Возлив мира сие Над телом мое Она приготовила у меня Погребение Деяние 5.6 И встав Юноши Приготовили его Погребение Вынеси Похранили Что означает Приготовить? Мы можем только Предполагать Но в житии Святых есть Описание того Как обрежает Умершего В том числе И его Омовение То есть Протирает Мокрой тряпкой Лично я Даю завещание Как святой Евдокин Чтобы меня Не обмывали Не раздевали И похоронили В рабочих сапогах Самых рваных И во всем Рабочих Еще лучше В тюремной робе Это лучшая Моя награда Ответ Вопрос 196 Первый том Открытым окон Скажите О бальзамировании Имеет ли Мавзолей Право на существование Ответ Бальзамирование Занимались Египтяне А иудеи Принесли это В Палестину Бытие 50 глава 2-й 30 стих Повелел Иосиф Слугам своим Врачам Бальзамировать Отца его И врачи Набальзамировали Израиля И исполнилось Ему 40 дней Ибо столько Дней Употребляется Набальзамирование И оплакивали Его Египтяне 70 дней Бальзамирование Есть прямой Протез И противление Божьему Установлению Бытие 3.19 В поте Лица Твое Будешь есть Хлеб Доколь Ты не возвращаешься В землю Из которой Ты взят Ибо Прах Ты И в прах Возвращаешься Экклесиас 3.20 Никакой Базамации Нету В прах И все Все идет В одно место Все произошло Из праха И все Возвращается В прах Экклесиас 12.7 И возвратится Прах В землю Чем он И был А дух Возвратился К Богу Который Дал его Цель Бальзамирования Не только Сохранить Тело Но и помочь Отошедшему Из жизни Сей В загробной Жизни Дьявол Легко Воспользовался Этим И почитаемых Умерших Стали Боготворить Примуды Соломона 14 глав 15 стих Отец Терзающийся Горькую Скорбью О рано Умершем Сыне Сделав Изображение Его Как уже Мертвого Человека Затем Стал Почитать Его Как Бога И передал Подвластным Тайны И жертвоприношения Потом Утвердившийся Временем Этот Нечестивый Обычай Соблюдаем Был Как закон И по повелениям Властителей Извояние Почитаемое Было Как божество Кого В лицо Люди Не могли Почитать По отдаленности Жительства Того Отдаленное Лицо Они Изображали Делали Видимый Образ Почитаемого Царя Дабы Этим Усердие Польстить Отсутствующему Как бы Присутствующему К усилию Почитания И от Незнающих Поощряло Чаяние Художника Ибо он Желая Может быть Угодить Властителю Постарался Искусством Сделать Подобие Покрасивее А народ Увлеченный Красотой Отделки Незадолго Перед тем Почитаемого Как человека Признал теперь Божеством И это было Соблазном Для людей Потому что Они Покоряясь Или несчастью Или тиранством Несообщимое Имя прилагали К камням И деревам На юге Стали признавать За святость Полное искление Плоти А если тело Не подвержено Гниению После трехкратного Излечения Значит он Великий Грешник Библия На эту тему Молчит Остается признать Что это Вымыслы Человеческие И они Достойны Ненависти Псалом 118 113 Вымыслы Человеческие Ненавижу А закон Твой Люблю 1 Коринфян 4 5 Посему Не судите Никак Прежде Времени Пока Не придет Господь Который Осветит Скрытое Во мраке И обнаружит Сердечные Намерения И тогда Каждому Будет Похвала От Бога В России Пришло Иное Лжеучение Что если Тело После смерти Предано Малому Тлению Или совсем Не тленно Значит этот Человек Угодил Богу Его нужно Срочно Канонизировать Страшно Подумать Какие силы И средства Брошены На это Абсолютно Антиевангельские Занятия Подробности Смотрите В нашей книге К истинного православия В главе И так Бодрствуйте Начинается Освидетельствование Мощей Переодевания Строят Раки Шатры Перенесения Неоднократное Обретение Дробление Расчленение Для антиминцев Крестов И других Надобностей Все это Страшная Дань Бездуховности Стоит Отвернуть Евангелие И на месте Его будет Зияющая рана Которую Ничем не Прикроешь Профессор Морсенковский Нетленную В Библии Называется Слово Божие Святая Библия Царство Небесное И Бог 1 Петра 1 глава 4 25 стих К наследству Нетленному Чистому Неувидаемому Хранящемуся На небесах Для вас Как возрожден Не от тленного Семени Но от нетленного От Слова Божия Живого И пребывающего Верь 1 корейфенов 15 54 Когда же Тленное Сие обличется Нетленное И смертное Сие обличется В бессмертии Тогда сбудется Слово написанное Поглощена Смерть Победую Нетленное Будет Обретено Только В нетленном Царстве Нетленного Бога Все остальное В выдумке От того Кто есть Лжец И кому Анафема Иоанна 8 44 Голосом 1 глава 8 9 стих Так и Слово Святейшее В Библии В Библии Встречается Только Два раза И относится Оно К вере Основанной На Евангелии И к месту Явления Господа Даже Самого Себя Бог Никогда Не называет Святейшим А грешный Человек Безмерной Гордыни Духа Лжи Нарекает Себе Святейшее Святейшество Непогрешимость Греховность Потютчиву О мавзолении На Красной Площади Можно Сказать Это попытка Разбойников Провозгласить Святым И нетленно Своего Атамана Преступника Этого И земля Не принимает И тело Вещественное Число Раз Вымачивает В различных Химических Растворах Мучая После Смерти Какие Я не знаю Я не знаю Где Как узнаешь Время Где оно Показывает В каком месте Я не мог Увидеть Где Вот это Вверху Что там Написано 54 минуты Да Во время Праздника Стоял Перед Жертвенником Потом Обратившись Увидел Могилу Человека Божия Предвергшего Сии События Первое Проверпомином 34 глава 5 стих И кости Жрецов Сжег На жертвенниках Их И очистил Иудеев Иерусалим Дальше Вопрос 190 Первый том Так это был да? Да был Так ажи Я сейчас Только скинул Куда она улетела? Это было тоже Да Это тоже было Да как же так Выдернул Положил Куда она могла Прыгнуть Смерть Это сейчас Об этом Куда она Делать А это было Тоже Интересно Только сейчас Поставил Она дернула Смерть и автаназия Была? Нет Да Вопрос 203 Первый том Открытым оком Эвтаназия Безболезненно Перед ним Не окончатся Вдруг 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 Адская Бездна Раступилась И он Увидел Ангела Который Сказал ему Зачем Ты опять Ропщишь Вопреки Нашего договора Прошел Всего Только один Час Твое Пребывание Здесь Александр Сергеевич Пушкин Говорил Сказка Ложь Давней Намек Добрым Молодцем Урок Восточная Мудрость Поясняет Что такое Вечность Представьте Себе Алмазную Гору Высотой До Неба Один Раз Сто Лет К ней Прилетает Воробей Чтобы В нее Почистить Свой Клюв Когда Он Изотрет Всю Гору Тогда Будет Сказано Прошел Один Миг Вечности Откровение 14.11 И дым Мучений Будет Восходить Во веки Веков И не Будет Иметь Покой Ни Днем Ни Ночью Поклоняющийся Зверю И Образу Его И Принимающий Начертание Имени Его 1. Яна 3.15 Всякий Ненавидящий Брата Своего Есть Человек Убийца А вы Знаете Что Никакой Человек Убийца Не Имеет Жизни Вечной В нем Пребывающий Эвтаназия Была Принята На Вооружение Гитлеровской Германии Сначала В пепел И на Удобрение Шли Безнадежно Больные Затем Приговоренные Смерти Политические Противники Военнопленные И вся Европа И половина Азии Это Мы уже Проходили И Что Не Менее Удивительно По Разуму Признав Что Человек Стадное Животное По Марсу Адольф Гитлер Резонно Рассудил Зачем Нужно Тратить Средства На Поддержание Жизни Обреченных Заботу Нужно Проявлять О здоровых Об Улучшении Генофонда Нации Повторяю Если Бога Нет То Ничего Лучше Фашизма Человечество Еще не Придумало Это Самая Лучшая Политическая Система Количество Подвергшихся Эвтаназия Два раза ты сейчас Количество Зачем назад Вернулся Прочитал Правильно Это слово Знакомое Ты никогда Не замечал Это Что с тобой Ну почему Ну а зачем Количество Потом развернулся Опять назад Количество Ну оно и получилось Только количество Повторений у тебя Увеличивается Количество Подвергшихся Эвтаназии Душебольных Идиотов Примерно Семь с половиной Тысяч Но в первый же Год после войны У этой нации Появилось Ровно столько же Душебольных Рос И количество На этом Остановилось Остановился Есть крест Для человека И крест Для нации Его нужно Нести достойно Не обрезая И не ропщая В ряду Тех кто Посягнул На самоэвтаназию Библия знает Крупных Политических И религиозных Деятелей Авимелех Ахитофел Саул Иуда Все они Или убийцы Или предатели Вот как это выглядит Книга судей Девятая глава Пятьдесят третий Пятьдесят четвертый Стих Тогда одна Женщина Бросила Обломок Жирного на голову Авимелеху И проломила ему Череп Авимелех Тотчас Призвал Отрока Оруженосца Своего И сказал ему Обнажи меч Твой И умер Тви меня Чтобы не сказали Обо мне Женщина убила его И пронзил его Отрок его И он умер Первый царств Тридцать первых Глад Четвертый стих И сказал Саул Оруженосцу Своему Обнажи Твой меч И заколи Меня им Чтобы не пришли Эти необрезанные Не убили меня И не издевались Надо мною Но Оруженосец Не хотел Ибо очень боялся Тогда Саул Взял меч Свой И пал на него Второй царств 17.23 И увидел Ахитофел Что не исполнил Совет его И оседлал Осла И собрался И пошел В дом свой В город свой И сделал Завещание Дому своему И удавился И умер И был погребен В гробе Отца своего Матфея 27.5 И бросив Серебряники В храме Он вышел Пошел И удавился Все